В Павлодаре многодетные не могут жить в домах, которые им выдало государство. Качество построек оставляет желать лучшего. Это уже признали в суде. Майя Шуакбаева оценила условия, в которых сейчас живут очередники. Эта улица носит имя прославленной героини Маншук Маметовой. Здесь тоже живут матери героини, многодетные семьи. Недавно они получили от государства свои первые долгожданные дома. Но жить в них оказалось невозможно. Живем без туалета, у нас туалет двигается, все выходит наружу. А унитаз вообще он треснутый сзади и старый, без крышки. Ирина заехала в этот дом в поселке Житикши две недели назад. Но радость от долгожданного новоселья сменилась на раздражение. Вот посмотрите, вода вся вот здесь. Здесь лед, я еле-еле лед отогревали мы, надо пушку. Но застройщик сказал, что пушки ищите сами. В замороженном доме лопнула печная труба. Унитаз не рабочий, нужду приходится справлять у соседей. Семерых детей Ирине пришлось оставить у родных. У нас тут большие недостатки. Унитаз не работает, вода в доме, сплошмя квакает весь дом. Сырость, конечно. Детей не занесу, у меня трое школьников. Пожалуйста. Сырость. Вздулась, да, вот она. За счет этого она не стала закрываться. Дверь пришла. Ну, получается, ручка оторвалась. Тут у меня, получается, из-под унитаза бежит тоже вода. У многодетной Жанар на руках 90-летняя мама, труженик тыла. Она заехала в квартиру от государства одной из первых зимой. В трубах тоже был лед. Жанар с детьми размораживала дом сама. А когда печь все-таки затопили, дым стал идти в дом. Женщина боится однажды не проснуться. Куда наш ЖКХ смотрел, куда наш Акимат смотрел, я не могу понять. Как так можно, получается, нас подвезти? У меня вот такое вот... Уму непостижимо то, что вот мы живем, и сейчас вот все многодетные мамы, которые тут живут по моменту нашего, все страдают от этого. В Акимате поясняют, купили у застройщика уже готовые дома. Всю улицу за 360 миллионов тенге. Через мирное соглашение судей чиновники обязали застройщика исправить недочеты в квартирах в срок до 15 мая. Если зависит от текущего содержания, неправильное текущее содержание, естественно, мы не можем ответчику что-либо предъявить. А если это действительно работы проведены были в ходе, ну, как бы, некачественные виды работ, тогда уже этот вопрос будет предъявляться к ответчику. Список работ небольшой. Утеплить окна, кровельные швы и панельные стыки на стенах. Отремонтировать натяжные потолки и заменить печные трубы на трубы подходящего диаметра. Женщины каждый день в ожидании звонят подрядчику. Провля у нас просто, вот получается, бетон, и на бетоне лежит этот, стекловата. Все. Что? А что еще хотите там? В смысле, что хотим еще? Мы хотим, чтобы у нас в доме не капало, чтобы у нас сырости не было. То есть, получается, опять пены запените, да? И все, да? Да. На этом все. Что? Насчет печки что? Насчет печки вообще разговариваем. Печка работает? Работает. В Акимате заверяют, что принимать дома после ремонта будут комиссионно.